сегодня я расскажу вам еще одну потрясающую историю вернее сделаю весьма важное дополнение к истории северного народа раш и так в английском языке вопреки всем правилам слово русия произносится как раша то есть англичане видят латинские буквы в слове русия понимают их но вопреки правилам своего молодого языка это слово произносят как раша это можно было бы принять как некое фонетическое исключение из правил английского языка типа пишем русия читаем раша вроде бы мелочь но давайте посмотрим на истоки этой мелочь то есть откуда слова раша пришло в английский язык как ни странно слово раша пришло в английский из библии из книги пророка изекиля глава 39 звучит стих так ты же сын человеческий из реки пророчества нагога и скажи так говорит господь бог вот я на тебя гог князь роша мешиха и фувала то есть в книге изекиля есть упоминание о князе роша хорош это конечно же близко к слову раша но не совсем то что мы ищем вот смотрите в википедии есть интересная фраза также народом роз византийских источниках называли народ севера русь совершавший набеги на византию в девятом веке то есть в византийских источниках слова роз обозначало северный воинственный народ это все конечно хорошо но мы ведь ищем не роз а раш и поэтому нам нужно обратиться к письменным источникам написанным на протоязыке раз библию писали семит и то искать нужно значение этого слова которые греки 18 веке записали как роз это слово надо смотреть в семитском источнике вот смотрите на современном иврите это слово читается как роз но произошло оно от протосемитского то есть исходного семитского раз родственная арабскому раз то есть в книге иезекииля если мы будем читать на проязыке семитов то мы увидим не князя роша а князя раша то есть в библии изначально появилось слово раша только потом греческие переводчики исказили его в роз это было сделано сравнительно недавно греческий язык это новый язык и по факту он появился в восемнадцатом девятнадцатом веке с помощью новодельного греческого принизили значение русского языка узкие академики специально искали и находили корни древних русских слов в новодельном греческом таким образом они не только отобрали древнейшую историю у русского языка но и возвеличили и удлинили и удлинили историю греческого они просто поменяли местами старейший протоязык вернее проязык страны раш с новодельной греческой поделкой поэтому все слышали о древней греции но все забыли великий северный народ раш из которого вышли самые важные народы европы немцы шотландцы русские украинцы белорусы латыши и эстонцы все народы которых позже назвали славяне но начиналось все с одного великого народа раш этот народ говорил на одном языке который позже разделился на русский арабский и семитский это было относительно недавно несколько сотен лет назад но народе раш сегодня никто не помню память о народе раш сохранилась только в языке и кстати не только в русском задумайтесь как называется главное здание в немецком или голландском городе ратуша это здание городского самоуправления и несет она в своем названии главную частицу древнего языка частицу ра а теперь вспомните самый древний княжеский род великого княжества литовского род родзивилл это известнейшая фамилия также несет в себе частицу северного ра был еще такой древний и очень важный язык который раньше выполнял роль международного языка его еще называли имперским на ближнем востоке это арамейский язык на этом языке читал свои проповеди иисус и как ни странно этот имперский язык также несет в себе частицу северного ра арамейский конечно современный арамейский это не совсем то что было изначально но очень похоже что он тоже пришел с севера и напоследок озвучу еще один весьма примечательный факт в советском союзе почему-то уделяли пристальное внимание тому как ребенок выговаривает букву р это был какой-то фетиш если ребенок букву р не выговаривал то его обязательно отправляли к логопеду в других странах но это просто никто не обратил бы внимание а у нас ты просто был обязан выговаривать важнейшую букву древнего языка на этом все смотрите мой канал